В рамках фестиваля Джереми Кемп и Лики Роман провели несколько встреч с молодежью. В одном из столичных кафе города Бишкек они раздавали свои автографы и общались с людьми. Затем в церкви Эммануил состоялась встреча Лики Роман с молодежью, где она могла делиться своим свидетельством и ответить на волнующие вопросы молодых людей. Также в церкви Саран прошла встреча верующей молодежи с Джереми Кемпом. Организаторами фестиваля выступили церковь Обновления и другие церкви города Бишкек. У Бога замечательные замысли для людей, которые живут в Кыргызстане. Это так прекрасно, такая честь для меня и радость здесь ободрить людей в этом, людей, живущих в Кыргызстане. И даже тех людей, которые пришли сюда в кофейню Сьерра просто пообщаться. Кульминационной частью этого фестиваля стал концерт, который прошел на самом большом стадионе города Бишкек. Сарцевая речью и Лики Роман. В своем выступлении она призывала зрителей задуматься о своем предназначении в жизни и занять активную позицию в отношении своей судьбы. Если человек не нашел еще того, ради чего готов умереть, значит он еще не нашел то, ради чего готов жить. А выступление известного христианского исполнителя Джереми Кемпа, который приехал из Америки со своей командой, стало настоящим подарком для кыргызстанцев на этом концерте. Джереми исполнял свои авторские песни, где восхвалял Бога, а в перерывах общался с публикой, рассказывая им о том, как через сложные жизненные обстоятельства Иисус подарил ему надежду и силу жить дальше. И сегодня здесь, возможно, много людей с самыми различными верованиями. Но для себя лично я знал единственный, кому я могу пойти, это Иисус. Слава Богу, что Он приехал и что местные наши тоже пели, мне очень понравилось. И я бы хотела, чтобы такие концерты, ну, устраивались почаще. И я с Сашей приехала сегодня утром специально на этот концерт. И я очень благодарна Богу. Бурулча Мурат Далиева Виталий Фролов специально для телеслужбы Благих Новостей.